Раньше была книга каникулы, еще не перепрофилировали, и мне начали школы. Пока дети на каникулах, директор 80-й школы показывает классы, которые в прошлые годы пришлось переделать, чтобы вместить всех учеников. Обычно здесь набирают 7 первых классов, в этом году их будет 5, но даже для такого количества придется переоборудовать еще одно помещение. Ремонтом займутся летом. У нас, во-первых, ресурсы уже исчерпаны, все, что мы могли перепрофилировать, мы уже перепрофилировали. В школе обучается 1500 человек, поэтому каждый кабинет у нас на счету. Где еще есть резервы, сейчас анализируют в городском управлении образования. По плану для начальной школы в Ижевске перепрофилируют 8 классов. Плюс 12 классов откроются в новых школах. Этого должно хватить, чтобы закрыть всю потребность. К слову, в республике в новом учебном году за парты сядут почти 22 тысячи первоклассников. На 220 больше, чем в прошлом. Родители сегодня обрывают телефоны школ, пишут в соцсети. Вот этот самый пул вопросов. В каком возрасте принимают в первые классы, когда откроется запись, в какой школе прикрепят ребенка, как попасть в школу не по прописке. Вопросы, которые сегодня волнуют родителей будущих первоклассников, собрали в один чат-бот. Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться в Телеграме. Здесь собраны развернутые ответы от экспертов. Сотрудники Центра управления регионом продолжают мониторить соцсети и пополнять бот новой информацией. Начали и стартанули с Телеграма, потому что там, как вы справедливо заметили, небольшая площадка, и мы докрутим и доработаем его уже на Вайбере. Какие-то вопросы добавим. Главное, что нужно знать родителям. Заявления во всех школах начнут принимать 1 апреля, но в разное время. Его нужно уточнить на сайте конкретной школы. Подать документы можно четырьмя способами. Лично, заказным письмом или электронной почтой. И самый простой вариант – через портал Госуслуг. Его можно опробовать заранее. Запись в тестовом режиме состоится 25 марта в 15.00. Кроме того, обращая внимание родителей, если мы говорим про запись, именно продуктивную запись 1 числа, то само заявление может быть заполнено заранее. Но только кнопка «Отправить» будет доступна только в момент синхронизации с сервером мирового времени. И только после этого можно будет ее нажать. 1 апреля документы можно подать сразу в несколько школ. Родителям вручат уведомления о том, какие они в очереди. Но это место может меняться. Приказы о зачислении появятся только после 30 июня. Все это время будет продолжаться прием документов. Для того, чтобы родители понимали вероятность записи в школу, мы просили первый месяц в ежедневном режиме. Каждая школа выкладывает на своем портале, сколько мест, не классов, а мест в первом классе будет. Это первая информация будет. Сколько заявлений ежедневно приходит, поступает. И в том числе, еще один есть момент, у нас есть льготные категории. Кстати, среди льготников, которые в этом году получили преимущественное право на зачисление – вторые дети. Но при условии, что старший ребенок не является учеником выпускного класса. Альбина Валикжанина, Юрий Егоров. Новости. ...в хронологическом порядке, кто раньше пытался явление, а был учитель. ... ... ...